Да, давай, призыв к первому февраля гражданам России. Завтра первое февраля. Борису Николаевичу, который обеспечил нам, может быть, единственное в нашей жизни последние первые 10 счастливых лет, более-менее, покоя не было, но зато была воля, было бы 80 лет. Например, Демократический Союз собирается отмечать Ельцинский день рождения, выпить и закусить, поставить ему рюмку, накрыть ее ломтиком хлеба. Индейка. Да, то есть давайте на зло Путину, день рождения которого будут отмечать только его лизоблюды, устроим народные гуляния по случаю дня рождения Бориса Николаевича, и будем кто где, кто дома, кто в ресторанах, кто в кафе, кто в кабаре, выпивать и закусывать, и просить Иерфу Агоносри, чтобы он учел вот это наше рекомендательное письмо и устроил ему хотя бы там счастливую жизнь. И давайте хотя бы завтра скажем ему спасибо при жизни, он не услышал спасибо, пусть хотя бы сейчас. Я собираюсь выступить на конференции, подсвященной Борису Николаевичу 2 февраля. У меня доклад... Довольте? Нет, президент отеля, у меня будет доклад на взгляд на современную внешнюю политику и внутреннюю политику России глазами современника Бориса Николаевича, то есть вот из тех, из начала 90-х. А кто же тебя пустит на эту конференцию и кто ее проводит? Я, честно говоря, не знаю, кто, но пригласили выступить с таким докладом. А, наверное, хорошие люди проводят. Да, ну, я же на конференциях особенно, я очень спокойно выступаю, умеренно. Наш с тобой любимый лозунг «Не выкрикиваю смерть кровавому режиму». Вот. Я собираюсь делать такую экспертную. Экспертный доклад. А я завтра буду выступать по «Серебряному дождю» в 10 утра, и тоже будем анализировать ельцинскую эпоху вместе с одним из деятелей этой эпохи, с Антоном Крековым, НТВ-швиком, который, в конце концов, осел на «Серебрянном дожде». Чудо дожил, да. Чудо дожил, да, до этого этапа и осел на «Серебрянном дожде». Вот. Борис Николаевич действительно стал символом этого демократического времени. И никакие это не лихие годы, друзья, не поддавайтесь пропагандистским установкам нынешней власти, которые только себя и видят, и главным, и спасителем. Значит, посмотрю я, какие они будут спасители, когда кончится эта рента нефтяная. Боюсь, что со своими чемоданами побегут они из России быстрее, чем президент Туниса, чем президент Египта. Только пятки будут сверкать. Вот очень надеюсь, что, так же, как и эти замечательные ребята, столкнутся с некоторыми проблемами на границе, когда будут ее пересекать. А Борис Николаевич сделал великое дело, потому что он был хорошим человеком, добрым, ну, какое-то время. К нам он был добр всегда. Мы при нем ничем не рисковали, даже когда стояли на ушах. Говорит Валерия Новодворска, которая выскрежнула в 94-м году, 95-м, из-под судебного решения, там, о сеянии национальной розни лет на семь. Сколько он тебя просил там? Полтора года. А, всего полтора года. Это были враги Ельцина, генерал Трофимов, ФСБшники, это было месяц. У меня, кстати, один знакомый сел таки, предприниматель, ни за что, но сел. И вышел из тюрьмы худенький. А, то есть, на что я намекаю? Может быть, тебе надо говорить какого-нибудь текста, зато выживешь, зато будешь живой. Нет, выжить у меня там шансов очень мало, поэтому я как-нибудь лучше на свободе буду держать диету с детства смертельной голодовки. А то у нас покойников уже многовато, еще и за меня путинскому режиму несчастного отвечать придется. Тебе они теперь только гадить будут, тебя никто не тронет. Только вот закрыть живой журнал, блог, там на аккаунт зайти, там гадость какую-то написать. Там, кстати, бумагу присылать. Да, 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 написали гадость, когда портили, гадили у нас в живом журнале. Какие-то гадкие слова написали про тебя и про меня. Вот. Ну, пусть пишут.